Сегодня на практическом занятии мы поговорим о методах математической статистики для анализа влияния внешних факторов на сообщество микроорганизмов. Мы с вами рассмотрим анализ Перманова, который позволяет протестировать гипотезу о наличии или отсутствии влияния качественного или количественного фактора среды на таксономический состав сообщества. Также мы изучим визуализацию данных с применением метода многомерного шкалирования с нанесением на координатную плоскость градиентных векторов количественных факторов окружающей среды. Ну и также рассмотрим корреляционный анализ для оценки индивидуальных взаимосвязей таксонов, генотипов сообщества с количественными факторами среды. Для анализа мы будем использовать встроенные функции стандартного пакета R, функции пакета Vegan для языка программирования R и функции пакета P-HitMap для языка программирования R. Анализ будет производиться по результатам метабаркодинга, то есть выделения SV-генотипов. Этот массив данных у нас уже фигурировал на предыдущих практических занятиях. И сейчас я расскажу про некие подробности этого массива данных. Это данные, которые получены в ходе исследований сезонной динамики бактериальных сообществ в озере Байкал. В работе, кроме данных метабаркодинга, фигурируют показатели качественных и количественных факторов окружающей среды. К качественным факторам относится сезон отбора проб, а к количественным факторам относятся концентрации растворенных в воде ионов нитритов, нитратов, аммония, фосфатов, концентрации, общая концентрация фосфатов, концентрация кремния, PH воды и температура воды. Если вы хотите более подробно ознакомиться с результатами, которые были получены в рамках данного исследования, вы можете прочитать работу, ссылку на которую видите на слайде. И теперь давайте мы посмотрим на сами данные, которые мы будем обрабатывать. Для обработки данных мы создадим специальную директорию, и в эту директорию мы помещаем данные о представленности генотипов в наших образцах. То есть мы как раз видим, что у нас есть несколько проб, которые были отобраны в разные сезоны года. Это образцы воды из озера Байкал, и в этих образцах с помощью метабаркодинга изучался таксономический состав сообщества бактерий на основе секвенирования фрагментов В3-В4-16С-ребосомальной РНК. Мы этот результат уже подробно рассматривали, обрабатывали, и его получали в наших практических занятиях. Кроме информации о представленности генотипов, у нас есть информация о последовательности генотипов и о таксономии этих самых генотипов. Следующий массив данных, который будет фигурировать в нашем исследовании, это информация о физико-химических показателях воды и качественных факторов окружающей среды. То есть мы видим, что у нас есть другой массив данных, другая таблица, которую мы будем использовать в ходе исследования. В этой таблице у нас в первом столбце содержатся идентификаторы проб, и содержатся они в той же последовательности, что идентификаторы проб в столбцах представленности генотипов, в таблице результатов метабаркодинга. Дальше у нас идет качественный фактор, столбец с качественным фактором, и это столбец с определяющей сезон года. То есть мы видим, у нас есть два образца воды, собранные весной подо льдом, есть два образца воды, отобранной после того, как у нас на Байкале растаял лед, то есть это весна после схода ледового покрова. Есть образцы, отобранные летом, также два образца, и два образца, отобранные осенью. И в идентификаторах проб, как вы видите, есть информация о дате отбора проб и месяце отбора проб. И количественные показатели, параметры воды, это температура, PH, концентрация растворенного кремния, концентрация фосфата иона, общая концентрация фосфора, концентрация нитритов, концентрация нитратов и концентрация аммония. И, собственно, на нашем практическом занятии мы определим, связан ли состав сообщества с данными факторами окружающей среды. И есть ли индивидуальная взаимосвязь количественных характеристик присутствия в пробах какого-либо генотипа с этими же факторами окружающей среды. Дальнейший анализ данных мы будем производить с помощью специального скрипта для языка программирования R. И запускать скрипт мы будем, копируя команды скриптов в консоль языка программирования R. Но первый этап нам надо подключить необходимые библиотеки, это vegan.ip.hitmap и задать рабочую директорию, это директория, в которой находятся наши данные. Сначала мы копируем информацию по присоединяемым, подключаемым пакетам рабочей директории и загружаем наши данные по представленности генотипов. И из таблицы данных по представленности генотипов мы извлечем только информацию о идентификаторе АСВ и столбцам, которые содержат информацию о количестве прочтений, которые приходилось на каждый генотип в наших исследуемых образцах. Ну и дальше мы повторим те же манипуляции, которые мы с вами делали на предыдущем занятии. Это именам строк зададим название в виде идентификаторов генотипов. А сами идентификаторы генотипов мы удалим из таблицы данных. Следующая часть скрипта нам уже знакома, это нормализация массива данных на среднее количество прочтений и сортировка данных по убыванию среднего показателя представленности генотипов в сообществах. Следующим этапом у нас идет создание таблицы RESP, это таблица переменных ответов, то есть это таблица представленности генотипов в пробах. И мы наш массив данных трансформируем и превращаем из DataFrame в таблицу данных с помощью транспонирования. И потом опять конвертируем в DataFrame. И данная таблица у нас будет уже содержать информацию о представленности генотипов в наших образцах. И эта таблица будет использоваться в дальнейшем анализе для оценки влияния факторов на состав сообщества. Следующий набор данных, которые мы загружаем, это данные о физико-химических параметрах среды. И мы также в этих данных преобразуем информацию из первого столбца в имена строк и получаем соответственно DataFrame или таблицу данных, в которых у нас содержится информация о показателях среды, которые будут, скажем так, условно воздействовать на наши генотипы. И следующим этапом идет процесс нормализации таблицы представленности генотипов ранжированием от 0 до 1. И на следующем этапе мы подготавливаем DataFrame, в котором будут содержаться результаты анализа Перманова. Анализ Перманова позволяет нам протестировать нулевую гипотезу или посчитать P-value для нулевой гипотезы, которая формулируется следующим образом. Анализируемый фактор влияет на состав сообщества в наших образцах, то есть на распределение прочтений по генотипам и на наличие, отсутствие разных генотипов в пробе. Ну и фактически тем самым мы проверяем гипотезу, что фактор не влияет на состав сообщества. То есть гипотеза H0, фактор не влияет на состав сообщества. И если вероятность нулевой гипотезы, которую дает нам тест Перманова, меньше чем 0,05, то мы говорим, что фактор на состав сообщества влияет. Кроме P-value, тест Перманова нам дает значение R-квадрат. То есть это коэффициент кавариации или коэффициент детерминации. Ну в разных литературных источниках по-разному называется этот параметр. И мы его будем интерпретировать как долю вариабельности в массиве переменных ответов, связанных с влиянием данного фактора. То есть R-квадрат меняется от 0 до 1, 0 это полное отсутствие ответа. И если R-квадрат равен 1, то это означает, что вся вариабельность состава сообщества, которую мы видим, то есть чем отличаются наши пробы, связаны только с анализируемым фактором. И в соответствующий DataFrame мы будем сохранять название фактора, информацию о показателе R-квадрат. То есть мы в DataFrame на месте R-квадратов запишем пока что нули. Их количество равно количеству анализируемых факторов. P-value для факторов и скорректированное на множественное сравнение значения P-value, на множественное тестирование гипотез. Давайте мы этот DataFrame создадим. И в этом DataFrame у нас будет храниться, запишется потенциальный результат теста Перманова. То есть для каждого фактора с помощью теста Перманова будет рассчитано значение R-квадрат, P-value. И это значение P-value будет скорректировано. И дальше мы запустим цикл. И в этом цикле мы переберем все факторы. И анализ мы будем делать с помощью функции Adonis. То есть эта функция как раз и реализует тест Перманова. Для теста Перманова мы выберем расстояние Bray-Кертиса. И для P-value мы будем рассчитывать по 1000 перестановкам Permutation теста. И первый аргумент у нас указывает зависимость. Мы говорим, что у нас переменные ответы. То есть наши показатели представленности генотипов зависят от Итого фактора. То есть Итого столбец в массиве данных, объясняющих переменных. И переменные результаты теста Перманова мы будем сохранять в переменную FIT. И переменная FIT представляет из себя сложную комплексную переменную, внутри которой содержится таблица. И в этой таблице как раз содержится значение R-квадрат, которое мы будем извлекать, значение P-value. И корректировать значение P-value мы будем с помощью функции P-adjust стандартного пакета R. И будем использовать тест Бенджамини Ходжберга. Метод пересчета P-value Бенджамини Ходжберга, который у нас кодируется кодировкой BH. И у нас расчет в R закончился, и мы можем посмотреть на наш результат. И в нашем результате мы видим, что наибольшее значение R-квадрат у нас определяется для фактора сезон года. И для него же нескорректированное значение нулевой гипотезы показывает, что этот фактор достоверно влиял на состав сообщества. Следующий фактор это температура воды. Ну и мы видим, также у нас значительную роль оказывали концентрации нитратов. Но из всех факторов по скорректированным значениям, ну скажем так, пограничный результат по достоверности влияния показывает фактор сезон года. То есть это основной фактор, который влиял на то, какой состав бактериального сообщества мы будем наблюдать в наших анализируемых пробах. И после этого мы можем записать результат на диск в виде таблицы Рес Перманова, то есть которую мы сможем потом открывать в Excel и уже в последующем анализировать. Ну и таким образом с помощью теста Перманова мы определили, какие из факторов достоверно влияют на состав бактериальных сообществ, которые мы исследуем. Теперь мы с вами рассмотрим метод многомерного шкалирования для визуализации результатов по анализу сходства и различия состава сообществ в наших образцах с наложением градиентных векторов, оцениваемых качественных и количественных факторов окружающей среды. И визуализацию мы будем делать по следующей схеме, которая нам уже знакома. Мы посчитаем матрицу дистанции с помощью расстояния Брея Кертиса, сделаем процедуру многомерного шкалирования в пространстве, в двухмерном пространстве, выделим новые координаты и выделим новые координаты наших точек, соответствующих анализируемым образцам. И результат, метод визуализации данных у нас поменяется. Мы сначала отобразим шаблон плоскость для нанесения точек, соответствующих нашим образцам, а точки будем наносить по следующему алгоритму. Мы из наших результатов, координат x и y координат точек, сначала выберем точки, соответствующие подлёдному сезону. То есть это две пробы, отобранные весной в подлёдный период. И мы знаем, что информация о принадлежности точек к разным сезонам у нас закодирована в таблице, дата фрейме, объясняющих переменных. И, соответственно, мы сначала отобразим голубыми квадратами две точки, соответствующих подлёдному периоду. У нас фигура, с помощью которой мы визуализируем точки, это параметр ПЧ, то есть ПЧ0 соответствует квадратам. ЛВД это толщина обводки этих квадратов. Дальше у нас идёт размер самих квадратов и цвет голубой. Следующие мы отобразим две точки чёрным цветом. Это весенний период после схода ледяного покрова. То есть мы также отобразим эти две точки с помощью чёрных квадратов. И мы теперь знаем, что у нас с помощью квадратов отображается весенний период, в принципе. А с помощью цвета этих квадратов задаётся это период подлёдный или период после схода ледяного покрова. Дальше мы отобразим точки, соответствующие летнему периоду. И мы их отобразим в виде, поменяем указатель, ПЧ1 это круги. И отобразим в виде кругов зелёного цвета. И следующие две точки, две пробы у нас, это пробы, соответствующие осеннему периоду. Мы их отобразим в виде красных кругов. И с помощью текстовых записей мы подпишем информацию, которая будет касаться идентификаторов самих образцов. Ну и таким образом мы фактически визуализировали распределение наших образцов. И раскрасили образцы и задали соответствующие фигуры для отображения образцов. По наиболее значимому качественному фактору, влияющему на наши образцы, это сезон отбора проб. После этого мы с вами в цикле сформируем текстовую переменную, которая нам определит формулу, по которой будет использоваться функции отображения градиентных векторов количественных показателей среды. То есть мы с помощью функции PASTE будем комбинировать, добавлять в строку, где мы укажем FIT волна. То есть это воздействие на результат многомерного шкалирования неких количественных показателей, содержащихся в таблице данных. Название этих количественных показателей у нас содержится в именах столбцов в DataFrame, объясняющих переменных EXPL. И мы пройдемся по всем столбцам DataFrame EXPL и извлечем и запишем через знак плюса все необходимые факторы окружающей среды. И следующая у нас функция, это функция NVFIT. Мы преобразовываем строку ST в формулу и данные, которые будут использоваться в этой формуле, берутся из DataFrame EXPL. Мы можем запустить соответствующий анализ и сохранить результат в переменную ORDFIT и затем путем добавить визуализацию в виде градиентных векторов качественных и количественных факторов среды. Ну и мы видим, что качественные факторы среды, то есть это сезон отбора проб, у нас отобразились в виде неких точек, которые подписаны соответствующим образом. Это центры притяжения соответствующих групп точек, связанных с этим качественным фактором среды. Ну и стрелками у нас обозначены градиентные вектора количественных факторов окружающей среды и интерпретируются они таким образом. То есть мы через вектор проводим, мысленно проводим прямую и на этой прямой мы отмечаем перпендикулярные проекции из соответствующих точек. И по расположению перпендикулярных проекций мы можем сказать, где значение этого фактора, в каких точках отбора проб было больше, в каких меньше. Ну и мы видим, что у нас, например, градиентный вектор температуры показывает, что у нас наибольшая температура была в летний и осенний период. И наименьшая температура воды была в весенний период. Также у нас мы видим, что в весенний период была наибольшая концентрация таких биогенных элементов, как фосфатов, нитратов и растворенного кремния. А в весенний, к летнему периоду и осеннему периоду концентрация этих растворенных биогенных элементов падала. Ну и таким образом мы можем интерпретировать результат, связанный с ответом на влияющие факторы. Путем изучения диаграммы рассеяния точек по результатам многомерного шкалирования и нанесения на нее градиентных векторов, количественных внешних факторов и областей притяжения точек, связанных с анализируемыми качественными внешними воздействующими факторами. На следующем этапе анализа мы проведем исследование, которое позволит нам оценить взаимосвязь определенного спектра генотипов и их показателей представленности пробов в пробах с количественными характеристиками окружающей среды. И такой анализ мы будем делать для первых 80 генотипов в пробах и исследования мы будем проводить с помощью расчетов по парных значений коэффициентов корреляции. Для этого нам понадобятся опять-таки библиотеки VEGAN и P-HITMAP и визуализацию результата мы будем проводить с помощью тепловых карт. И мы должны задать рабочую директорию и скачать информацию, загрузить информацию по нашей таблице представленности генотипов. И дополнительно мы выделим не только таблицу по представленности генотипов, но и таблицу с идентификаторами таксономического статуса этих генотипов. И анализ по выделению 80 доминирующих генотипов мы уже с вами делали на предыдущем занятии, когда проводили визуализацию результатов по анализу представленности генотипов в сообществах. И мы соответственно считываем таблицу генотипов, подготавливаем таблицу таксономии, подготавливаем таблицу встречаемости генотипов. И на следующем этапе мы нормируем в таблице встречаемости генотипов данные по генотипам на среднее количество прочтений, упорядочиваем генотипы по их средней встречаемости во всех пробах. И упорядочиваем таким же образом таблицу с таксономическими данными и заменяем в таблице таксономических данных всю информацию, всю неизвестную информацию на unclassified, неклассифицированные таксоны. Следующим этапом мы выделяем 81-80 доминирующих генотипов. И для этих генотипов мы формируем в таблице имена строк, соответствующие идентификатору генотипа, таксономии уровня филлума, таксономии уровня семейства и уровня рода. Если мы можем вывести нашу подготовленную таблицу на экран, и она у нас будет вот в таком виде. То есть генотипы распределены по среднему показателю представленности в пробах, из таблицы выделены 81-х доминирующих генотипов. И для генотипов скомбинированы названия в виде идентификатора генотипа, филлума, семейства и рода. И дальше мы эту таблицу транспонируем и формируем и превращаем ее в дата фрейм. Теперь у нас таблица для анализа данных будет выглядеть вот таким вот образом. На следующем этапе мы загружаем таблицу физико-химических параметров среды или влияющих на сообщество факторов. И именами образцов мы называем строки в этой таблице и удаляем имена строк и качественный фактор это сезон года. Если мы теперь на эту таблицу посмотрим, то она будет выглядеть вот таким образом. То есть у нас строки это идентификаторы образцов, так же как и в таблице представленности генотипов. И соответствующие измеренные количественные показатели окружающей среды. Затем мы нормируем нашу таблицу представленности генотипов ранжированием. И создаем шаблон матрицы, в которой мы будем хранить значения попарных коэффициентов корреляции. Коэффициенты строки этой таблицы у нас будут соответствовать генотипам, а столбцы параметрам среды. И в этой пустой матрице количество строк будет равно количеству генотипов, а количество колонок будет равно количеству анализируемых факторов среды. И соответственно мы строки в этой матрице поименуем соответствующими названиями генотипов, а столбцы соответствующими названиями факторов среды. Если мы эту матрицу выведем на экран, то мы соответственно увидим пустую таблицу, которую мы будем заполнять значениями коэффициентов корреляции. И параллельно я создам два дупликата этой таблицы. Таблица DP и DP-adjusted. То есть в этих двух таблицах будут храниться P-value, с помощью которых мы будем оценивать достоверность коэффициентов корреляции. То есть это исходные значения P-value и скорректированные значения P-value. И на следующем этапе мы во вложенном друг друга циклах. Первый цикл у нас будет перебирать генотипы, а второй цикл будет перебирать параметры окружающей среды. И в цикле мы будем рассчитывать коэффициенты корреляции спирмана, сохранять результат в переменную R. И из этой переменной R мы будем заполнять записи значений коэффициентов корреляции. То есть матрицу DP мы заполним значениями P-value этих коэффициентов корреляции, а DP-adjusted заполним с корректированными значениями коэффициентов корреляции. И давайте мы весь этот цикл выполним. У нас расчеты были произведены. И теперь давайте мы посмотрим на матрицу значений коэффициентов корреляции. То есть вот у нас таблица или матрица значений коэффициентов корреляции. Это таблица значений P-value. И коэффициент корреляции будет достоверен, если P-value меньше чем 0,05. И можем также посмотреть на матрицу таблицу с корректированными значениями P-value. И на следующем этапе анализа я создам дубликаты двух таблиц коэффициентов корреляции и D-D-P и D-D-P-adjusted. И я сопоставлю в исходных матрицах P-value значения с величиной 0,05. Если эта величина больше чем 0,05, я в таблицах с коэффициентами корреляции заменю значения на 0. То есть я это сделаю для двух случаев. Для исходных значений коэффициентов корреляции и для скорректированных значений коэффициентов корреляции. И на следующем этапе мы построим тепловые карты с кластеризацией. Строк из столбцов, кластеризации и тепловые карты мы построим для матриц значений коэффициентов корреляции. И такой способ визуализации позволит нам в виде графического изображения вывести значения коэффициентов корреляции и понять, какие генотипы с какими факторами окружающей среды связаны и каким образом. Тепловые карты с кластеризацией строк из столбцов мы с вами уже строили. То есть мы должны рассчитать по строкам и по столбцам матрицы дистанции. Мы будем использовать эвклидовую метрику и провести иерархическую кластеризацию, которую мы проведем методом Комплит. И сделаем визуализацию в виде тепловых карт. И подобную визуализацию мы с вами уже использовали. И как мы видим, на получившейся тепловой карте по исходным значениям коэффициентов корреляции мы видим, что у нас все факторы среды делятся на две группы. Первая группа включает температуру, которая на самом деле в какой-то мере отличается от трех других факторов первой группы. И в эту же группу входит по кластеризации концентрация аммония, PH среды и концентрация нитритов. А в первую группу входит концентрация фосфатов, концентрация кремния, общая концентрация фосфора в воде и концентрация нитрата ионов. И мы видим, что у нас есть некая группа, большая группа генотипов, которые преимущественно положительно коррелируют с фосфатами, кремнием, общим фосфором и нитратами и имеют близкие к нулю или отрицательные значения коэффициентов корреляции, связанные с температурой воды, концентрацией аммония, PH среды и нитритов. То есть это значит, что при увеличении температуры воды в основном в этой группе представленность генотипов уменьшается, а при понижении температуры воды представленность генотипов увеличивается. Ну и также представленность этих генотипов увеличивается при увеличении концентрации фосфатов, кремния, общего фосфора и нитратов. А, например, есть еще одна группа генотипов, которая ведет себя каким-то противоположным образом, то есть по-другому реагирует на те же самые факторы окружающей среды. Также мы можем провести визуализацию в виде тепловой карты уже по скорректированным значениям коэффициентов корреляции. Ну и мы видим, что у нас на этой тепловой карте большая часть значений коэффициентов корреляции это нули, то есть достоверных коэффициентов корреляции у нас было уже не так уж и много. И ту же самую визуализацию мы можем провести и по коэффициентам корреляции, которые были пересчитаны и выделены только достоверные значения коэффициентов корреляции по скорректированным на множественные значения по value. И здесь мы видим, что у нас только у шести генотипов сохранилась связь с температурой и у двух генотипов сохранилась связь с концентрацией нитрат иона. Ну и на конечном этапе мы можем записать все данные на диск в виде корреляционных таблиц. И эти корреляционные таблицы мы уже можем визуализировать и анализировать в электронных таблицах, то есть например в программе Excel. То есть мы видим исходные значения коэффициентов корреляции, пересчитанные, выделенные достоверные значения по скорректированным на множественное значение коэффициентов корреляции, на множественное тестирование гипотез значения и скорректированные по исходным значениям по value. То есть все недостоверные коэффициенты корреляции заменены на ноль. И здесь в этой таблице мы уже наглядно можем анализировать, какие у нас генотипы, относящиеся к каким таксонам, с какими конкретно параметрами среды были связаны. Таким образом, в конечном итоге мы можем суммировать результаты, связанные с комплексным влиянием каждого фактора на совокупный состав сообщества, так и влиянием каждого фактора на отдельные генотипы. Также следует заметить, что мы в точности такой же анализ могли провести, используя данные о функциональном составе сообщества. Например, данные о количественных показателях представленности функциональных идентификаторов белков. И для этого мы бы могли взять таблицу, которую мы бы использовали для функционального анализа, которую рассматривали на предыдущем практическом занятии. Ну и такой же анализ можно сделать и для данных не только метабаркодинга, но и для данных, которые получаются в ходе шотган метагеномных исследований по анализу токсономического и функционального состава бактериальных сообществ и сообществ других микроорганизмов. И на этом наше практическое занятие заканчивается. Продолжение следует...